Уважаемые коллеги, мы сегодня хотим поговорить про саморегулирование в сфере некоммерческих организаций. То есть мы, видимо, не будем прям каких-то жестких решений сегодня принимать как итог нашего обсуждения. Мы просто хотим уже который раз, собственно говоря, вернуться к этой теме. Но, на мой взгляд, сейчас уже все-таки на каком-то другом уровне осознание необходимости и важности вообще вот этой всей истории с самоорганизацией, с саморегулированием. Артюх Анатолий Артурович, помощник депутата Милонова Виталия Валентиновича Госдумы, руководитель фонда русского духовного наследия и представитель общественного полноводства по правам семьи в Петербурге. Говоря об объединении организаций общественных, часть организаций, в том числе, которые возглавляю я, воюют с теми организациями в правовом поле, которые представляют некоторые, сидящие здесь. То есть, говоря о защите традиционных нравственных ценностей, есть организации, которые ведут политику Евросоюза, возглавляемые в том числе и вами, уважаемая Елена Андреевна. Я попросил бы меня выслушать фонд «Фокус-Медиа», пропаганда половых извращений, ювенальные технологии, контрацепция. Я хочу сказать, что все эти положения, аналитики, которые у меня присутствуют, полностью противоречат стратегии национальной безопасности нашей страны в плане защиты традиционных нравственных ценностей. Это документ, который вышел в 2015 году. И если говорить об объединении организаций, значит, нужно учитывать тот факт, что если вы говорили о тех организациях, которые будут в какой-то составе третий, которые важны, а которые не важны, важно ли защищать традиционные ценности? Если считаю, что у нас защиты не будет инвалидов или защиты прав традиционной семьи, то нашей страны, конечно же, не будет. Поэтому я попросил бы каким-то образом рекламентировать или объединить те организации, которые проверены и которые реально одобрены четырьмя традиционными религиозными конфессиями, прежде всего традиционными, замечаю, которые не вызывают никаких нареканий со стороны родительской общественности, я представляю, более ста организаций родительских по всей стране. И чтобы давать права НКО, то, что сказал уважаемый спикер Госдумы, действительно, он сказал, что у нас сейчас не то время и негативных программ нет. Я хочу сказать, что программы до сих пор есть, и ряд организаций, которые ведут борьбу якобы с профилактикой ВИЧ-инфекции и СПИДа, на самом деле признаны иностранными агентами, вы это тоже знаете. Вот, к сожалению, чтобы не повторялись такие ошибки, давайте либо корректировать работу этих организаций, я считаю, часть их вообще нужно просто запретить законодательно, и после этого давайте объединимся и будем делать действительно достойную работу на благо нашей страны. Спасибо.